Не хотим жить среди свиней. Примерно такие лозунги раздавались накануне в парке Победы, где прошел митинг левых сил. Всего в нем, по сведениям организаторов, приняло участие около 400 человек. Подробнее о том, чего они требовали и от кого, узнаем прямо сейчас. Еще перед началом митинга на площади развернулся сбор подписей против строительства нового свинокомплекса в Тукаевском районе. Члены сразу нескольких садоводческих обществ и сельских поселений рискуют совсем скоро оказаться в окружении предприятий животноводческого комплекса. И такое соседство их совсем не радует. Нас не устраивает то, что рядом находится Сосновоборский бекон, где-то порозий ветров, где-то километров 7-8. И тут же находится тоже на расстоянии 7-8 километров бекон-комсомолец. И получается треугольник. Но главным вопросом повестки дня все же было обсуждение экономической ситуации в стране и городе. Продолжается сворачивание производств оставшихся отечественных предприятий. Это мы видим на примере нашего градообразующего предприятия КамАЗа и других наших городских предприятий. Предприятия сворачиваются по причине губительной политики властей. Несмотря на то, что де-факто в горсовете фракция КПРФ распалась, некоторые члены этой партии пока продолжают сотрудничать с бывшей соратницей Татьяной Гурьевой, лидером местных коммунистов России. Так на их митинге выступил и член КПРФ Алексей Кармелицын. В свое время, в советские времена, нам говорили о каких-то государствах из горях в Африке, которые жили чуть ли не в каменном веке. Вот так и мы сейчас. Мы идем не прогрессируем в области социального обеспечения, а деградируем. Львиная доля критики на этом митинге, и это уже стало традицией, вылилась на сферу ЖКХ. Некоторые даже стихи об этом сложили. Ведь цена за киловатт вызывает только мат, а цена калорий вызывает матом моря. Из новых тенденций – недовольство работой созданных буквально на днях муниципальных управляющих компаний. А ведь раньше коммунисты возлагали на них большие надежды. Но по мнению митингующих, на самом деле муниципальные коммунальщики уже не внушают доверия. Бывший главный инженер УК «Электротехник» мне сказал, зачем вам переходить под муниципальное управление. Это одно и то же. Вы лучше пройдите в жилком сервис и поговорите. Может, теперь они будут лучше работать. Управляющие компании, те, которые нам сейчас предлагаются муниципалитетом, я считаю, это просто фельдкина грамота. Вдруг нам предлагает этот муниципалитет тот же договор, что при ЧПшниках. Извините, пожалуйста, мы с этим не согласны. Мы будем протестовать. Не только протестовать, мы просто выставим свой договор, который не будет людей ввергать в долги. То есть коммунисты России и их сторонники намерены создать форму стандартного единого договора на услуги ЖКХ, чтобы внедрить его повсеместно. Для этого они проводят своеобразный народный референдум, собирая подписи. В итоге петицию передадут в исполком. Артем Смолькин, Элинар Мустафин, РЕН-ТВ, Небережные Челны.